С ним ужасно легко хохочется, говорится, пьется, дразнится. В нем мужчина не обретен еще. Она смотрит ему в ресницы, почти тигрица, обнимающая детеныша. Он красивый, смешной, глаза у него фисташковые. Замолкает всегда внезапно, всегда лирически. Его хочется так, что даже слегка подташнивает. В пальцах колкое электричество. Он немножко нездешний, взор у него сапфировый, как у Уальда в той сказке, высокопарно речь его. Его хочется снимать на пленку, фотографировать, ну, бессмертить, увековечивать. Он ничейный и всехней. Эти зубами лязгают, те на шее висят, не сдерживая рыданий. Она жжет в себе эту детскую, эту страстную жажду полного обладания и ревнует безосновательно, но отчаянно, даже больше осознавая свое бесправие. Они вместе идут. Окраина, одичание, тишина. Жаркий летний полдень, ворчание, гравия. Ей бы только идти с ним, слушать, как он грассирует, наблюдать за ним. Вот я спрячусь, ты не найдешь меня. Она старше его и тоже почти красивая, только безнадежная. Она что-то ему читает, чуть-чуть манерничая. Солнце мажет сгущенкой бликов два их овала. Она всхлипывает. Прости, что-то перенервничала, перестиховала. Я ждала тебя, говорит. Я знала же, как ты выглядишь, как смеешься, как прядь отбрасываешь со лба. У меня до тебя все, что не любовь, то выкидыш. Я уж думала, не выношу, не судьба. Зачинаю, а через месяц проснусь и вою. Изнутри хлещет, будто черный, горячий йод до смола. А вот тут, гляди, родилось живое. Щурится, улыбается, узнает. Он кивает, ему и грустно, и изнуряюще. Трется носом в ее плечо, обнимает, ластится. Он не любит ее, наверное, с января еще. Но томим виноватой нежностью старшеклассника. Она скоро исчезнет. Оба сошлись на данности тупика. Я тебе случайная и чужая. Он проводит ее, поможет ей чемодан нести. Она стиснет его в объятиях, уезжая. И какая-то проводница или уборщица, Посмотрев, как она застыла женой Лота, Остановится, тихо хмыкнет, устало сморщится И до вечера будет маяться от чего-то.